Плетем чашелистики для маленьких цветочков. Я хочу подчеркнуть, что мастер-класс этот очень простой. И изготовить эту композицию можно всего за один день. Поэтому многие элементы тоже упрощены. Чашелистики для двух маленьких цветочков у нас состоят из простых петелек. Размер петельки 3 см. Берем, делаем скрутку. Отмеряем еще 3 см. Делаем скрутку на небольшом расстоянии, примерно 5 мм. Таким образом нам нужно сделать 5 петелек. Третья петелька. Четвертая. Если длина этих петельек будет чуть-чуть отличаться, тоже ничего страшного в этом нет. И еще одна пятая петелька. Пятая петелька. Вот петелечки получились. И теперь нужно придать им небольшую форму. Каждую из этих петелек просто скрутить на полтора оборота. Вот такой чашелистик будет для нашего бутончика и маленького цветочка. Я разложила все элементы каждого цветка в чашечки. Вот к маленькому я добавляю. Еще один у меня такой же чашелистик готов. Абсолютно такой же для второго цветочка. Для розочки побольше нам нужно сплести более красивые, интересные чашелистики. Чтобы, поскольку она будет акцентом нашей композиции, поэтому там все-таки можно немножко постараться. Отсчитываем 10 бисеринок. Хвостик наверху оставляем чуть-чуть с запасом. И делаем один оборот. Вверх делаем круглым. Низ тоже круглым. Теперь берем наш зеленый бисер. И добавляем на ось еще 10 бисеринок. Добавили. И делаем еще одну дугу. Тут уже мы вверх делаем острым. И точно так же, как всегда, пара оборотов. Обрезаем проволочку. Верхнюю часть проволочки. И придаем форму чашелистику. Сжимаем его и заворачиваем. Вот так вот. Такой чашелистик у нас получился. Ось 10 бисеринок. Удлинение оси еще 10 бисеринок. И всего таких чашелистиков нам нужно сделать 5 штучек. Это для большой розочки. Теперь нам нужно сделать листики. Плетем на той же проволоке. Тем же бисером. Ось будет 9 штучек. Устрый верх и круглый низ. Всего нужно сделать 4 дуги. Листик готов. Закрепляем проволоку. А тут я хвостик оставляю. Потому что, когда я буду собирать листик, мне понадобится более толстое основание листика. Поэтому хвостики и проволоки оставляю все 3. И точно так же придаем форму листику. Получается лодочка. Таких листиков для нашей композиции нужно 3 штучки. Следующим этапом у нас будет сборка листиков и розочек. Чтобы собрать листики, нам понадобится тоненькая флористическая проволочка. Буквально сечением 0,6-0,7 миллиметра. И ниточки. Сначала подготовим боковые листики. Берем более короткий отрезок проволоки. Длина отрезка 9 сантиметров. Берем наш листик. Проволочку прикладываем сзади листика. И делаем обмотку. Обмотка совсем небольшая. Буквально 6-7 миллиметров. Обмотали. Закрепляем ниточку. Нарисаем хвостик ниточки. Точно таким же образом к второму более короткому стержню приматываем еще один боковой листик. Берем листик, который у нас будет по центру. Берем стержень чуть-чуть подлиннее, где-то 12 сантиметров. Хотя, возможно, при сборке композиции потом мы уменьшим длину. И точно так же начинаем обматывать листик. Тут нам обмотку нужно сделать побольше. Примерно полтора сантиметра. Сделали небольшое количество обмотки. Переложили листики. Посмотрели. Можно сразу отогнуть. Нравится нам такое расположение или нет? Ну, мне нравится. Я сначала одним оборотом прихватываю первый листик. И потом... Так, тут вот ниточки расправляем. Потом обматываю второй. Теперь делаю обмотку примерно еще 3 сантиметра. Достаточно. Обрезаю хвостик. Завязываю. И листик точно так же, как и розочки при сборке, нужно обязательно ниточки проклеить лаком. Сейчас покажу для сравнения вот этот вот листик, который мы только что с вами собрали. Видно, немножко пушатся ниточки. А вот листик, который я подготовила заранее. Он уже проклеен лаком. Видно, что ниточки более гладкие. Так, композиция меньше пылится. Можно быстренько ополоснуть под душем. Поэтому я все, всю обмотку, всегда крашу акриловым лаком клеем. Приступаем к сборке маленького цветочка. Проволока 1,1,2 мм. Длина 12-13 см. Помещаем ее в центр нашей скрутки. Делаем несколько оборотов. Затем оборачиваем чашелистиками. Распределяем их. Снова делаем обмотку примерно 5-6 мм. Теперь берем низку бисера. Проволоку плотно прижимаем к основанию. Делаем сначала пару оборотов без бисера. Потом подтягиваем бисер и делаем еще 2-3 оборота бисером. И затем снова пару оборотов без бисера. Хвостики проволочные располагаем внизу и обрезаем. И дальше продолжаем обмотку нитками. Сделав 2-3 оборота, можно срезать часть бисерных хвостиков, чтобы стержень был ровный и красивый. Таким образом нам нужно обмотать этот бутончик приблизительно на половину длины стержня, то есть на 6 см. Вот такой бутончик у нас получился. Выглядит вполне изящно. Вот это вот бисерное низкое основание придает сходство с настоящим живым бутончиком. Теперь собираем второй бутон. Начало сборки делается аналогично. Добавляем стержень. Берем нашу ниточку. Делаем несколько оборотов. Ну, теперь добавляем наши маленькие лепесточки. три штуки. Приматываем. Затем добавляем чашелистики точно так же. делаем обмотку 5-6 мм. Подготавливаем место для бисерной низки. Теперь берем также низку бисера. Делаем пару оборотов без бисера и два-три оборота бисером. Расправляем все ножки и делаем немножко обмотки. И можно точно так же срезать лишние хвостики. срезаем обмотки. Делаем обмотку еще 6-7 сантиметров. Вот такой цветочек получился. Также закрепляем нитку. И я рекомендую этот цветок проклеить. Для этого я обматываю бутончик несколькими витками нитки. аккуратно завязываю. хвостики лучше обрезать, чтобы они не мешались. и беру клей акриловый. Он имеет свойство лака, он прозрачный. И проклеиваю основание репестков. бутончик будет держать форму в любом случае. Обязательно проверьте свой бисер и свою проволоку на предмет того, не полиняет ли она от клея. Такое случается иногда с бисером, либо просто если бисер под воздействием воды вот так вот линяет. Обязательно на пробных лепесточках, на пробной проволочке проверьте, не полиняет. Я прокрашиваю прямо все-все-все основание лепестков, цветочка. Можно даже вот здесь в серединке немножко. При высыхании этот клей становится абсолютно прозрачным и совершенно не видно. Лепестки закрепляются. И также прокрашиваю лаком стебелек. Приступаем к сборке третьего цветка большого. Серединка собирается точно так же, как мы собирали предыдущие два цветочка, только мы не прикрепляем чашелистики. То есть скрученный лепесток внутри с петельками, потом три маленьких лепестка. Проклеиваем лаком и перед следующим этапом сборки нам нужно дождаться полного высыхания. Проклеили и оставили сохнуть. я подготовила такой же лепесточек из такой же серединку из другого бисера и на примере этой серединки покажу, как дальше собирать. Тут уже лепесточки высохли и держится серединка мягенькая, а здесь можно уже не бояться, чтобы не потеряют форму. соответственно я беру лепестки этого цвета и нужно три лепестка на двух осях. Тут еще форму не придавала. Сейчас покажу еще раз. Выгибаем вот здесь остренько и сюда вот так вот загибаем. Берем наш бутончик и прикладываем сбоку лепестки. Лучше в промежутках между этими. И ниточкой обматываем. вот такая розочка получается. Делаем несколько оборотов. Завязываем узел лепестки. Для простоты я этой же проволокой прихватываю лепестки. Потом я ее аккуратно срежу этой же ниткой. тоже делаю узелок. Когда клей высохнет аккуратненько срежу лишнее. Беру клей и тоже проклеиваю эти лепестки. и немножко ниточек в основании. Вот эта ниточка потом приклеится, но ее можно будет аккуратненько оторвать. Ничего страшного. Вот эти места стыков надо прокрасить, проклеить. Тогда розочка точно будет держать красивую форму. Когда розочка высохнет, она не будет такой плотной, мы немножко одогнем вверх, и она будет как раз красивой идеальной формы. Это мы приклеили, присоединили лепестки, которые были на двух осях. Ждем полного высыхания. у меня готова еще одна розочка синего цвета. Как раз она высохла полностью, была проклеена. Я отрезаю лишнюю нитку. Можно отсечь проволоку, потому что она прекрасно держится. Она только будет утолщать стебель. Лепестки можно уже сверху, если есть необходимость и желание, отогнуть, чтобы сделать розочку более пышной. И можем как раз присоединить совершенно спокойно лепесточки, которые у нас были скрытены на трех осях. также собираем при помощи нитки. Добавляем лепестки по очереди немножко внахлёст друг на друга. Делаем обмотку, чтобы они держались как следует. Вот такая розочка получается. Тут есть два варианта. Можно сразу сейчас присоединить чашелистики, собрать и затем проклеить. Либо для надежности можно сейчас проклеить, а потом уже точно также добавить чашелистики. Мы сейчас соберем до конца. Добавляем пять штук чашелистиков. тоже равномерно распределяя их вокруг розочки и помещая эту изнаночную сторону к розочке. посмотрели, что все пять чашелистиков расположены равномерно и максимально туго натягивая проволоку. Сделали обмотку на 5-6-7 миллиметров. Теперь точно так же, как мы собирали предыдущие цветочки, делаем бисерный чашелистик бисерную коробочку. Делаем два-три оборота проволокой без бисера. Таким образом дополнительно закрепляем еще чашелистики. И потом делаем уже три-четыре оборота с бисером. И снова пару оборотов проволоки. Теперь можно продолжить обмотку нитками. Тут сейчас скопилось очень много проволочных ножек. Если продолжать обмотку дальше, надо либо утолщать стержень равномерно по всей длине, либо отсечь лишние оси. Поэтому я не отрезаю нитку от катушки делаю узелок, чтобы она у меня не размоталась. И я все-таки немножко срежу. проволоки чтобы не было такого сильного перехода. И мы добавим еще одну проволочку, чтобы переход не был таким резким. Помещаем дополнительную проволочку, стержень, между вот этих обрезанных костиков. И плотно-плотно продолжаем обматывать. Здесь нужно сделать аккуратно, чтобы не было видно этого перехода. Вот нам практически это удалось. Если есть необходимость, то в этот момент, когда проволочные маленькие ножки закончились, началась проволока, все равно чуть-чуть есть момент перехода, можно добавить еще один хвостик проволочки. Таким образом у нас получилось ровненько и аккуратно. Через 4 см обмотки добавляем наш листик. Тоже стараемся максимально туго прикрепить. Теперь обматываем до конца стебельков примерно 4 см. Такая розочка у нас получилась. Сейчас уточню обмотку. до листика 3,5-4 см. и после листика тоже 4 см. Но перед тем, как собирать композицию, нам нужно еще подготовить наш шарик и все-таки проклеить розочку, потому что в композиции это будет делать неудобно. Мы отгибаем чашелистики и проклеиваем основание лепестков. Отгибаем обратно чашелистики и проходим клеем еще раз уже по чашечке и основанию чашелистиков. И также не забываем, что листики у нас уже были проклеены заранее, а стебелек розы нет, поэтому тоже проклеиваем стебелек. Для того, чтобы собрать нашу игрушку для композиции, нам понадобится горячий пистолет. Выдавливаем немножко клея в игрушку. и вставляем туда проволочку. Может чуть-чуть еще добавить. теперь нам тоже нужно дождаться высыхания, чтобы клей застыл и проволочка в игрушке хорошо держалась. Может быть чуть-чуть рукой так подержать, чтобы проволочка не съезжала вбок. Затем прихватывая ниточкой основание шарика делаем немножко обмотки. Обмотку делаем на 4-5 сантиметров и хвостики ниток обрезаем. И готовим все элементы для сборки. шарик два цветочка третий цветочек и веточки. Также по желанию вы можете использовать любые декоративные элементы бусы гирлянды. Гирлянды что вам понравится. Следующий этап сборка композиции и посадка ее в кашпо. Приступаем к сборке композиции. Начинаем с нашей большой розочки. рядом добавляем веточки веточки сосны и в принципе основной принцип сборки просто сборка шарик. Добавили веточки веточки Сделали несколько оборотов. Добавили бутончик. Сделали несколько оборотов. когда мы все полностью обмотаем мы веточки расправим. У нас получилось немножко в ряд. Смещаем вот так вот. Сюда добавляем как раз шарик. и еще одну веточку. Теперь самое время добавить декоративных элементов. Я делаю такие петельки. этот хвостик можно будет тоже вот так вот загнуть. Одну можно перекинуть через всю композицию. Еще одну вот здесь. закрепляем еще парочкой оборотов и немножко обматываем сам стебелек композиции. Обрезаем нитку. Завязываем. И можно примерить кашпо, которое я подобрала. У меня вот такой подсвечник. Ползмер подсвечника 5 сантиметров высота и 8 сантиметров диаметр. Нужно загнуть проволочные ножки. Вот я загнула кончики. Примерила. Теперь смотрится хорошо. Ничего нигде не выпирает. Расправила сразу немножко веточки. Окончательно мы их расправим уже после заливки. Но сейчас уже примерно можно понять, как будет выглядеть работа. Теперь разводим гипс. Аккуратненько заливаем наш кашпон. Чуть-чуть не доходим до края, потому что проволочные ножки немножко тоже запирают гипс. И помещаем композицию. Прижимаем и ждем полного высыхания гипса. Вот такие две композиции у меня получились в результате работы. Все необходимые материалы и инструменты вы можете приобрести в нашем магазине мелодиябисера.ру Ссылку на магазин, а также купон на скидку вы найдете под видео. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всего доброго, до свидания. свидания. До До